Я уже как неделю не могу заснуть, мне снятся кошмары, вещи стали пропадать сами собой, а по ночам я отчетливо слышу звуки бега маленьких ножек на кухне, но проблема в том, что я живу один. А перед началом данного видео подпишись на канал и поставь лайк, помоги каналу своей активностью. Приятного просмотра. Нурпа – это существо, которое своими повадками и внешностью отдаленно напоминает гремлина. В народе его так и окрестили «современный гремлин». Повстречавшие Нурпа, очевидцы рассказывают, что существо состоит из пластилина, но на самом деле это не так. Он напоминает младенца, и его рост может достигать 50 сантиметров. Нос существа всегда красный, а конечности и уши заостренные. В отличие от мифических гремлинов, он полностью лишен волосяного покрова и имеет бледно-серый цвет кожи. Также имеет относительно большую, непропорциональную голову по сравнению с телом. Общается исключительно с детьми. Как только ребенок вырастает, то навсегда забывает о встрече с Нурпа. Несмотря на внешний вид, существо разумное, поэтому прекрасно знает о своих способностях. Оно понимает, что взрослые его не помнят, а дети, в свою очередь, не могут описать своего нового друга родителям. Именно поэтому долгое время никто не знал о существовании Нурпа, пока не появились фотоаппараты, на которых и было запечатлено данное существо. На самом деле, Нурпа может общаться и со взрослыми людьми. Например, в песне про Нурпа поется, что он может говорить с глухонемыми людьми об удивительных секретах, о смысле жизни в других существах, обитающих на Земле и так далее. Тут тоже проявляется хитрость существа. Он прекрасно понимает, что глухонемой человек не сможет рассказать другим людям о его существовании, ну или, по крайней мере, ему не поверят. Данное существо обожает питаться монетами, которые люди разбрасывают по своей квартире, тем самым получают удовольствие из-за огромного всплеска дофамина после съеденных денег. Как и все гремлины, он обожает проказничать, может воровать вещи, которые вы никогда не найдете, сливать бензин с машины и ломать технику. Были случаи, когда из-за Нурпа гибли люди. У некоторых внезапно отказывали тормоза, и они разбивались, а на кого-то падали тяжелые вещи с полки. Однажды родители нашли под кроватью ребенка клочок бумаги, на котором цветными карандашами было старательно нарисовано какое-то странное существо. Также были аккуратно выведены детским почерком следующие слова. Сегодня ко мне приходил Нурпа. Его можно вызвать только тогда, когда вы думаете о своих потерянных монетках в доме. Мы разговаривали с ним, и Нурпа сказал, что взрослые не могут его слышать, как я, а только во сне. После расспроса ребенка он так и не смог описать того, про кого писал на клочке бумаги. В дальнейшем родители вспомнили, что несколько месяцев назад при странных обстоятельствах в их доме стали пропадать монетки и вещи. Также жена клялась, что слышала ночью бег маленьких ножек в гостиной, а днем находила какие-то маленькие следы, ведущие из гостиной к окну. Второй случай произошел с одиноким мужчиной. Все началось со странных сновидений. Мужчину на протяжении недели мучили кошмары, в которых являлось какое-то маленькое существо, но он никак не мог его рассмотреть. Постепенно в его жизни стала происходить череда мистических событий. Поначалу начали пропадать монетки из банки, в которую мужчина откладывал мелочь. Далее некоторые вещи стали лежать не на своих местах, а некоторые бесследно исчезли. В одно утро мужчина не смог завести свой автомобиль, собираясь на работу, а на следующее на полпути у него кончился бензин, хотя мужчина точно помнил, что бак был полный. На третий в машине при загадочных обстоятельствах отказали тормоза, и мужчина чудом остался жив. Пока он лежал дома на больничном, то часто слышал быстрые маленькие шаги на кухне, хотя он жил один. В один из дней оказались перегрызаны почти все провода в доме. Мужчина был доведен до отчаяния и обратился за помощью. Ему посоветовали задобрить того, кем бы это существо ни было, и вручить подарок. После того, как мужчина положил коробочку с подарком в кухне и обратился к существу с просьбой его не беспокоить, шумы на кухне прекратились. В доме перестали пропадать деньги и вещи, а машина больше никогда не ломалась. Существо ненавидит, когда на него не обращают внимания, и может за это даже убить своим баловством. Так что не стоит игнорировать Нурпа, если он случайно решит поселиться в вашем доме. А пропадали ли у вас в квартире вещи, которые вы так и не смогли найти? Пишите свои истории в комментариях. Шесть лучших попадут в начало следующего ролика. До новых встреч! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Подпишись на огонька! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова